Всем привет! Сегодня у нас новое видео по ETS 2 и ETS. На этой неделе у нас произошли небольшие изменения и новостной выпуск с итогами недели выходит не в воскресенье, а уже в понедельник. К сожалению, вчера я не успел записать видео, но оставить вас без выпуска свежих новостей по нашим любимым играм я не мог, поэтому присаживайтесь поудобнее и мы начинаем. Самое важное событие на этой неделе, конечно же, это выход нового DLC для ETS. Это у нас DLC Oklahoma. 1 августа у нас состоялся релиз данного DLC и также у нас одновременно с выходом дополнения началось новое событие World of Tracks и сейчас я вам расскажу, как же его выполнить. Это довольно типичное событие Cruising Oklahoma. Такие события выходят после выхода каждого дополнения, как в ETS 2, так и в ETS. Целью сообщества будет проехать 111 миллионов миль, но, собственно, цель каждого игрока это сделать 10 доставок в города Оклахома. Доставки можно делать как в эти города, так и из них. Нужно сделать не менее 10 доставок, которые должны быть длиной не менее 100 миль или 161 километра. Ну и также, естественно, ваш аккаунт должен быть подключен к World of Tracks и все доставки тоже должны выполняться именно с портала World of Tracks. Это у нас внешние заказы или внешние доставки со своим прицепом или с прицепом компании. После того, как вы выполните свою личную цель, вы получите вот такую вот раскраску, которую можно даже продавать как инвентарь Steam. После того, как сообщество достигнет общей цели в 111 миллионов миль, все получат вот такой вот замечательный аксессуар в кабину. Ну а мероприятие завершится в воскресенье 1 октября. Времени очень много, ивент максимально простой, поэтому для всех, кто купил это DLC, обязательно советую пройти данный ивент. Ну а мы сейчас давайте перейдем уже к следующей новости. Следующее довольно неожиданное, но очень классное событие у нас состоялся релиз тюнинг пака ВТС для грузовика Kenward V900. Тюнинг пак для V900 включает в себя более 500 отдельных деталей для внутренней и внешней отделки грузовика, представляя вам широкий спектр возможностей по тюнингу вашего Kenward V900. На данный момент это самый большой, самый масштабный тюнинг пак, который выпускали ECS для игр ETS2 и ATS, об этом они написали в своем блоге. В принципе, у нас очень много тюнинга и по внешке, и по салону. Вот такие вот варианты грузовика вы можете подсобрать, как вы сейчас видите на своих экранах. Стоимость данного тюнинг пака 2 доллара 70 центов. Покупать или не покупать, это уже в целом ваше решение, но для фанатов Kenward однозначно советую. Следующая новость, ECS продолжает выпускать видео из серии On The Road, там где они посещают различные предприятия по производству грузовиков и полуприцепов. В этот раз они посетили Volvo Trucks в Америке, и там им рассказали, как же создается дизайн грузовиков Volvo. Довольно много они посидели в кабине грузовика новой Volvo VNL. Пообщались, если кому-то интересно, то ссылочка на видео будет в описании, можете перейти посмотреть, там довольно интересное и довольно долгое видео. Ну и под конец, конечно же, новости от ProMods. Сейчас на своих экранах вы видите новые обновленные места в Венгрии по трассе М3. Полностью было переделано, выглядит очень классно. И также были проведены изменения в Эстонии, также сейчас на своих экранах вы видите эти скриншоты. На сегодня же у меня все, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите ваше мнение в комментариях. Также не забывайте подписываться на телеграм-канал. Всем удачи, всем пока!